По итогам прошлого учебного года Одинцовский округ в сфере образования продемонстрировал высокие показатели. Лесногородская школа вошла в тройку лидеров по росту областного рейтинга. Ранее учебное заведение находилось на 914 месте. В этом году школа поднялась сразу на 838 пунктов, стремительно ворвавшись в сотню лидеров, и сегодня занимает 76-ю позицию. Основной и главной задачей для школы в предыдущем учебном году было, конечно же, зайти в зеленую зону. Нам повезло больше и удалось войти в топ-100 учреждений образовательных Московской области. Конечно же, ученики дали и внесли огромный вклад для того, чтобы школа вошла в зеленую зону. Все золотые медалисты подтвердили свои знания результатами ЕГЭ. Многие выпускники получили более 220 баллов. На протяжении всего учебного года воспитанники Лесногородской школы принимали активное участие в различных федеральных и окружных конкурсах. Так, десятиклассник Дубковского отделения Дмитрий Дудченко стал призером Всероссийской олимпиады школьников по технологии, которая проходила в Казани. На высоком уровне находится патриотическая работа. С удовольствием ребята выезжают в близлежащие наши «Авангард» и «Патриот». Проходят там пятидневные сборы. Мальчишки, наверное, уже все старших классов съездили, уже ездят и принимают участие в данном направлении девочки. Столь высоких результатов ребята добиваются благодаря своим наставникам. Мудрость и любовь к детям лесногородских учителей подкреплена современными методиками образования и высоким профессионализмом, который они регулярно подтверждают на профильных тестированиях. Очень приятно, когда все педагоги и администрация школы работают в одном направлении, и когда вектор задан правильно, то и результат не заставляет себя ждать. Все наши педагоги прошли курсы и тестирование по функциональной грамотности, где показали высочайшие результаты. Многие выпускники поступают в ведущие вузы страны, а некоторые с удовольствием идут в педагогические институты и потом возвращаются в родную Альма-Матер учить подрастающее поколение. Яркий пример Мария Гречухина. В прошлом выпускница лесногородской школы, теперь учитель английского языка. Я работаю в лесногородской школе 5 лет. Пришла работать сюда в новое здание сразу после окончания университета. Я очень люблю эту школу. Здесь приятная атмосфера, дружный коллектив, замечательные дети. И я с удовольствием прихожу на работу. Любовь педагогов и учеников в лесногородской школе взаимная. Ребята с теплотой отзываются о своих наставниках. В нашей школе учителя очень хорошие. Они нам дают очень много знаний. Они опять же вкладывают душу как директор. Они в нас это вкладывают в наш мозг, чтобы мы запомнили, что мы изучаем, и потом поступили в хороший вуз. Лесногородская школа берет свое начало еще до революции, с 1907 года. Новое, уже третье по счету здание открыли в 2017 году. И сегодня в нем учатся более двух тысяч детей. Здесь имеется два спортивных и актовые залы, бассейн, столовая на 360 посадочных мест и 58 учебных кабинетов, оборудованных современной техникой. И театр в школе существует. Это свои ведущие. Школа вообще автономна. То есть мы сами поем, мы сами танцуем. У нас огромные и прекрасные возможности показывать наши выступления. Наряду с учебой и творчеством воспитанники школы не забывают и о физической культуре. Для занятий футболом, баскетболом, волейболом и легкой атлетикой на территории расположен спортивный стадион с искусственным покрытием, построенный в рамках регионального проекта «Открытый стадион». Немалый вклад в успехи внесла реорганизация образовательных учреждений. С начала 2022 года к Лесногородской школе присоединилась Дубковская школа «Дружба» и несколько детских садов. На сегодняшний день у нас 10 зданий. И за всеми нужен, конечно же, и глаз да глаз, и чтобы все было красиво, и чтобы дети стремились прийти завтра вновь, как в садик, так и в школу. Мы очень любим наших деток, наших родителей, наших учителей. И будем стараться не опустить планку, заданную предыдущим учебным годом, а только улучшить. Полина Толмачёвов и Рит Харидинов, телекомпания «Одинцова».